Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение игры Ведьмак 3 Дикая Охота. В прошлой серии мы с вами остановились на моменте, когда пришли с Кейромец в поисках эльфийского чародея. Давайте продолжим наши поиски, мы уговорили Кейру остаться с нами, не уходить никуда, не убегать, не бояться этой Дикой Охоты, которую к слову мы здесь встретили, поэтому... А вот и эльфийский чародей, посмотрите Что это было? Иллюзия? Нет, морфа проекции Какая проекция? Нечто вроде почтового ящика для чародеев Куда надежнее обычного письма, которое может перехватить кто угодно Сообщение определенно предназначалось Цири Дочь Чайки, наследница Лары Доран Да, эльфы так называют Цири А что насчет знака меча? Это какая-то загадка? Да, но простенькая Меч Цири носит имя Зираэль, ласточка Простенькая? Кто кроме тебя может это знать? Может, этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири Твоего появления он явно не предвидел Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей и как-то подготовился Будем надеяться, Дикую Охоту ждет пара неприятных сюрпризов Ну хорошо, идем Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим И вот Для нас здесь было послание Ну, для нас или не для нас, друзья Будем сейчас разбираться, понимать Попутно хватаем всякие Грибочки, ягодки И все такое прочее И вот скелетика тоже здесь Немножко сейчас почешем Посмотрим, что у него там в сусеках завалялось Должно быть так они добирались сюда по воде Интересно, когда это было? Осторожно А здесь у нас призраки Призраки и ядовитое испарение, друзья Ох, ох, жесть Ты что, Гераль, Гераль? Ну хорошо, что хоть призраки у нас попались не очень матерые Иначе сейчас бы Было бы все печально А здесь где-то светился сундучок Я помню, вот он Нужно срочно нам все это обыскать И на выход Выбегаем, прячемся Подождем сейчас какое-то время А вот и призрак, кстати Давайте сейчас Кейру главное нам не взорвать Случайно А с призраками разобраться стоит Так, ну что Какие варианты? Вариант номер раз Взрывать, пробегать и так далее Вариант номер два Пытаться на спидах Как-то быстро-быстро Это все делать Гераль, Гераль, ты что Доставай меч срочно Зачем кулаками по призраку? Это же неэффективно Так, вопрос А какой у нас где меч? Я уже подзабыл Какой на какой кнопке Ну, Гераль, ну ты серьезно? Ё-моё Что делается? Что делается? Давайте разберемся Это у нас что? Так, ну Его сжечь бесполезно, конечно же А вот Порубать его на кусочки На мелкие Вот это можно сделать И у нас, по-моему На единице серебряный меч А на двойке у нас Стальной Насколько я помню Ну что ж, давайте разбираться Давайте дальше бежим просто Ищем Так, я понимаю Почему это все происходит Потому что у нас Факел в руках Но Вариантов у нас других нет Ну, например Убрать факел Ориентироваться Чисто так Ну, давайте попробуем Давайте попробуем Так, аккуратно будем Обходить все это дело И будем искать Какие-то тайные знаки Тайные символы Как вода Очень освежает Зря не окунулась Кейра, у тебя еще прям Шуточки здесь Каким-то образом Приходят на ум У нас вот Все не столь Здесь интересно Так, вот сюда сбегаем Сейчас быстренько Заберем сундучок Штаны убийцы Чертеж Это интересно Это интересно И полезно Здесь можно достать На время факел Тут пока этих испарений нет Но там, где испарения Лучше не доставать Иначе взорвемся К чертовой бабушке Как говорится А здесь нам нужно найти Что? Знак ласточки И он показывает нам Немного в другую сторону Ну что ж Давайте сейчас быстро добежим Ласточка Так, где? Кейра, покажи Покажи, где ласточка Я тоже хочу видеть Вот она Друзья, вот она ласточка Ну, не то чтобы Это прям ласточка Но какая-то птичка Нарисована определенно Я думаю Можем позволить себе Здесь немножко Побаловаться с огоньком Ничего страшного В этом нет Хотя бы Будет Чуть получше видно Всякие сундучки Маленькие Здесь, друзья Вообще Всего полно Еще одна ласточка Смотрите Определенно Мы идем В нужном направлении И это хорошо Не забываем Сохраняться Ага Не работает Сохранение Но мы видим Проекцию Эльфа-чародея Сейчас мы Обязательно Кейра сходим Обязательно поговорим Но До этого Внизу, кстати Тоже есть, друзья Обратим внимание На это Внизу тоже есть Что-то такое Конечно Попробуем Кейра Как ты думаешь Зачем мы вообще Сюда пришли Чтобы бесконечно Все искать И следовать Рассматривать И так далее А нам подозревают Друзья Если не вниз Прыгать То Так Здесь у нас Не сломается Или Попробовать Стоит Попробовали Не сломалось А ну-ка Сиганем вниз Для начала Занырнем Заберем Сейчас Вот этот Сундучок Здесь Определенно Что-то должно Быть хорошее Веленский Веленский Длинный меч Отлично А здесь У нас Как раз Конь Рисунок лошади Наверное Подсказка Для Цири Наверное Геральт А ну-ка Давай-ка Мы с тобой Поплаваем Искупаемся Здесь И нам Вот сюда Периодически Включаем Ведьмача Чутье Чтобы Подсвечивать Какие-то Сундучки Какие-то Интересности Полезности И все Такое А ну Геральт Посвети Давай Пока у нас Нет кошки Будем Светить Себе Еще Лошадь Почти Такая Факелом Посмотрим Ох Трухнуло Здорово Возвращайся Возвращайся Кейра Что получилось Расскажи Они Открываются Отлично Заходим Хватаем Всякие Грибочки Все Что Ох Как я Кейра Зажал В тебя Е Сейчас И что Дальше Кажется Это Ласточка Подействовал Идем Думаешь Это Безопасно Конечно Эльфский Чародей Готовил Этот Проход Для Цири Ну Иди Ну Хорошо Хорошо Ты же Знаешь Кейра Я не Люблю Портал Всю Вот Эту Муть Точнее Не любит Геральт Но Я От Его Имени Уж Решил Немного Выступить Голем Друзья Вы только Посмотрите Вот он А ну Давай Попробуй Попробуй Дядя Аккуратно Не спешим Главное Нам Уворачиваться От его Чудеснейших Ударов Вот Именно От этих Посмотрите Пошел 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 Во вкус Начал Жарить Обойдешься Вариант Вот такой С ним Сражаться Есть еще Вариант Я вам Хочу Сказать Например Сражаться Через Квен То есть Мы набрасываем Квен Подходим К нему Начинаем Его молотить Или он Молотит Нас Ну Как-то Так Но смысл В том Что Мы хотя бы Можем Спокойно Принять От него Один Удар А может Быть И Несколько Вот Набрасываем Квен Подходим Начинаем Его Избивать Просто Избивать Вообще Несчадно И Забиваем Его И Тем Самым Мы Проходим Какую Очередную Хитрую Ловушку Этого Эльфа Чародея Могла Бы Предупредить Давайте Ка Мы Добавим Немного Света В Это Помещение Шикарное Хотя Бы Будет Хоть Как-то Лучше Видно А здесь У нас Что Чертеж Рецепт Ну Что Ж Я считаю Неплохо Пренебрегать Моей Интуиции Ведьмак Хорошо Кейра Хорошо Дальше То Что Расскажи Покажи Еще Один Сундучок Шикарный Друзья Ну Что Ж Следуя Символам Ласточки Пойдемте Например В твоем Отношении У меня Очень Хорошее Предчувствие Во Многих Смыслах Спасибо Кейра Что Ты Так Прям Веришь В Нас Найдешь Цири У Тебя Есть Какой Нибудь План Все Зависит От Нее А Ты Представлял Себе Как Это Будет Что Она Скажет Как Она Теперь Выглядит Нет Прости Меня Занесло Я Иногда Забываю Что Мы Не Настолько Близко Знакомы Чтобы Разговаривать О Личном Не Огорчайся Мы На Правильном Пути Кейра Да Ладно Тебе Не Расстраивайся Все Нормально Горгулья Вот Это Да Друзья Вот Это Будет Бой Сейчас Обойдешься Тушка Каменная И Вот Так Вот Работает Квен Так Нас Защищает Порой Моментами Не Всегда Конечно Но Две Тактики Есть Я Предпочитаю И ту И ту Тактику В зависимости От того Как пробивается Наш противник Можно Наложить Символы Тогда Урон Пойдет Пошустрее Но Тогда Мы Будем Получать От него Немножко По горбу Пока У нас Знаки Накладываются Не очень Я Предлагаю Все таки Наверное Сейчас Поиграть Через Квен Потому что Еще Пара Ударов И Я думаю Можем Окуклиться Здесь В этой Пещерке Это же Круто Круто Кейра Пойдем А здесь Получается Такой Тупичок Чтобы Что Чтобы Полазить По Сундучку И И Сразиться С этой Гаргули Получается Так Ну что Что На Том Как Говорится Спасибо Что То Мы Там С Этой Гаргули Получили Вполне Себе Классное Я думаю А давайте Посмотрим Друзья Столько Всего Мы Насобирали Награбили А может Что То У нас Есть Вот Что У нас Есть Краснолюдский Топор А ну Ка Ни разу Друзья Я не Играл С Этими Штуками Хочу Хоть Раз Попробовать Честно Вам Признаюсь Давайте Еще Посмотрим Какие Тут Мечи Нормальные Какие Нет Ну Особо Никакие Все Остальное Такое Себе От Слова Никакое Ну Что Уж Продолжаем Сохранимся И Давай Кейра Залетаем Забегаем На всех Парах Не разбираясь Куда Чего Посмотрите Какой Мы В итоге Проделали Огромный Путь Мы Были Там И Довольно Долго Обходили Здесь Плюс Еще Вся Ловушки Они Уничтожили Стражу Чародея Значит Они Сюда Не В гости Приходили Ты Сомневалась Так Иногда Вот Эти Статуи Подсвечены Но Я С них Что-то Собираю Как Я Понимаю Давай Давай Герль Залезай Залезай Их Заморозили Они И сделать Ничего Не Успели А Это Вот Как Раз Те Самые Големы С Которыми Мы Сейчас Сражались С Одним Из Которых У Нас Была Одна Гаргуле И Один Голем Немая Сцена Такая И Поняли Друг Друг С Полуслова Займись Ими Нам Нельзя Терять Время А Предыдущий Скал Они Здесь Идите Как бы Их Озвучивать Еще Можно Так Ух Идите Ну Давай Ты С Фонариком На Палке Это Наверное Какое-то Матерное Слово Которое Не Переводится Поэтому Я Не Знаю Что Это Значит Посмотрите Ко Наколдовал Здесь С Угробов Ты С Умеешь Закрыть Чели Из Которых Он Выходит Хорошо Кейра Работай Стоп Стоп А нам же серебряный меч Нужен Насколько я понимаю Держусь Пойдем И нам нужен Будет здесь Игни По-моему Вроде бы Игни Очень здорово Работает Против Всей Этой Гадости А ведь Правильно Достал Серебряный меч У нас Во втором Слоте Одолеть Тварей Выходящих Из Разрывов Прикрываю Дай-ка Я выйду А ну Сюда Иди Порубаю На куски Нет Нет Друзья Больше Выходить Не хочу Спасибо Давай-давай Подходи По одному И назад Вот такой Пируэтик И назад А ну-ка Давай-ка Герлин Поджарим Поджарим Эту тварь Посмотрите-ка Какие Юркие Попались Оп Ткнул Так Мечиком Слегка Невозможно Сделать В бою А что Сделать В бою Я ничего Особенного И не делал Сейчас Давай-давай Кейра Давай Ты должна Справиться Кроме тебя Никто А вот Кстати Друзья Интересно Я раньше Особо Факелом Не пользовался По игре Я в основном Так Играл Но мне Хватало Этого Ведьмачьего Зрения Хватало Посмотреть Все Тем более Что основные Элементы Игровые Они подсвечены А все-таки Для вас Для зрителей Хочется Ну побольше Света Особенно В тех моментах Когда действительно Его не хватает И вы знаете Я вам хочу сказать Довольно круто Играть с факелом Действительно Классно А ну-ка Ты не видишь Я со зрителями Общаюсь Что ж ты так Летишь-то Бодренько Очень Как по мне Герлетт Один удар И возвращаемся Все Там очень холодно Замерзнем Чертовой матери Ни в коем случае Нельзя выходить Ну все Зря ты сюда зашла Теперь Придет тебе Каюк Давай-ка Погрейся Замерзла Бедная Наверное Ломай Ломай его Кейра Ломай Круши И с факелом Я хочу сказать Действительно Очень классно Играется Такой Приобретает Игра Свет Классный Тепленький От огня Действительно Очень круто Выглядит И довольно Светло Кошка Конечно Классное Решение Но Кошка Оно Временное Решение Нужно Будет Быстро Ее Включить Быстро Все Осмотреть Потому Что Эффект Ее Конечен По Времени Давай-давай Вылезай-ка Сюда Дворюги Кончат Дикой Охоты Посмотрите Ка Борзая Какая Или Борзая Им бы Подошло Конечно Больше Борзая Но Это Именно Борзая Все Стоят Главное Ждут А Она Одна Тут Заскочила На Огонек К нам Возвращаемся Гера Особо Много Там Не Ходим Там Очень Холодно И Представьте Вот На Секунду Какой Действительно Дикий Мороз Вызывают Эти Эльфы Из Дикой Охоты Каким-то Образом Они Могут Повелевать На Температуру Воздуха Получилось Кейра Держись Ох Бедная Выдохлась Что с тобой Чепуха Просто Потратила Слишком Много Силы Лови Лови Гераль Ты Что Не знаю Что выбирать Интересный Такой Диалог Сейчас был Оба ответа В принципе Были Однотипные Как по мне Плюс Минус Но Какой-то Из них Оказался Такой Более Романтичный Сразу Кейра Растаяла В наших Объятиях Сразу Ведьмак Весь Такой Стал Сердцеед Сразу Привал Подавай Лишь бы Только Развлекаться Кейра Бегу Вообще Просто На всех Парах Но Не в ту Сторону Ты уж Прости Потому что Сундучок Что Сундучок Сам Себя Не Облутает Это Важный Момент Давайте Кому Сейчас Все Осмотрим Потому что Останься Здесь Какая-нибудь Побрякушка Безделушка За которой Потом Придется Возвращаться Было бы Это Не очень Приятно Пойдем Пойдем Кейра Мы Готовы Спасибо За Помощь Очень Кстати Все Таки Хорошо Что Я Пошла С Тобой Ты Без Меня Не Справился Конечно Хорошо Кейра О чем Вообще Речь Ты Что Отлично Ну Герри Ты уж Ладно Так уж Особо Не Занижай Свои Воу Надо же Все Вырубаем Врубаем Врубаем Герри Ты Что Сгорим Сгорим К чертям Геральт Не надо Больше Не надо Факелов Геральт Живи Выключи Выключи Это все Пожалуйста Ты Что Еще Чуть Чуть И все Сейчас Было Бы А Здесь У нас В итоге Ничего Ну Что Ж Я думаю Облутали Мы там Все Что Должны Были Поэтому Пролетаем Быстро А вот И этот Эльф Из Дикой Охоты Как я Понимаю А здесь У нас Что Здесь У нас Обрывчик И назад Мы уже Не залезем Ну что Крутой Парень Давай-ка Мы Проверим Насколько Ты Крутой Я Думаю На Достаточно Но В любом Случа Мы Это Проверим Смотрите Ко Маска С Черепом Вообще Прям Ну Просто Как будто Из Ридика Какого-то Сошел Там тоже Были Такие Ребята Некроморгеры Как-то так Называли Тоже Были Все В такой Броне Все Жуткие Страшные Намного Намного Как тебя Там Звать Нейтраль Мне Отец Так Однажды Когда Учил На Старой Троечке Меня Водить Машину Он Говорил Найди Нейтраль Вот Такой Вот Техимичка Друг Не Повезло Тебе С ним Я Знаю Вы Там Путешественники По Мирам И Все Посмотрите Что Удумал Спокойно Зосредоточься Давай Давай Кейра Жарим Парим Да Ладно Тебе Все Нормально Покрошим Порубим Дальше Разберемся А здоровье Этот пес Восстановил Тем не менее Нейтраль Этот Конечно Всего Лишь Три Собачки И Можно Продолжать Ну Готовься Ты Говорят Не очень Огонек Любишь Да Ну Ка Проверим Обойдешься Деловой Диабло Ты Хоть Знаешь Что Это Такое Ну Кат Это Культовая Игра Я Тебе Скажу Практически Такая Как Ведьмак А ну Ка Поджарю Я Тебе Сейчас Друг Все Зарядился На Ка Погрейся Матерый Парень Прям Может Руку Отсушить Все Поехали Где Порталы Срочно Ломаем Всех Здесь Всех Посетителей Давай Давай Гераль Круши Ломай Бей Жарь Все Делай Все Нормально Все нормально Кераль Все в порядке Почти Восстановился Ах ты Гаденыш Ну Все Еще Обзывается Посмотрите Какой Выискался Да Ладно Тебе Успокойся Не так Не так Легко Тебе Будет Справиться Все Давай До свидания Я нормально А вот Корифан Наш Поломался Немножко Бегу Бегу Кейра Сейчас Подожди Не торопи Нас Тут Сундуки Нужно Срочно Нам Их Все Ограбить Лара Наленет Так Посмотрим Сообщение Зираэль Здесь Больше Небезопасно Не Задерживайся Здесь Не Верь Никому А Больше Всего Берегись Ведьм С Кривоуховых Топий Постарайся Добраться Туда Где Мы В последний Раз Были Вместе Где Мы В последний Раз Были Вместе Не Слишком То Много Проклятие Может И Хорошо Что Он Не Оставил Более Определенного Послания Если Бы Охота Сюда Ворвалась Они Бут Тоже Нашли Эту Проекцию Они Обыскали Все Будь У них Больше Времени Они Бут Камня На Камня Не Оставили Это Не Отменяет Того Факта Что Мы Так Ничего Не Узнали Ни Об Эльфе Ни О Цири По Крайней Мере Мы Поняли Что Они Неплохо Друг Друг Знают И Путешествуют Вместе Интересно Зачем Они Разделились Возможно Дикая Охота Шла По Следу Эльфа И Так Было Безопаснее Для Цири Ведем Ведем Кривоуховых Болот С Кривоуховых Топий Кира Если Ты Что То Скрываешь Но Я Ж Не Говорила Знаешь Этих Ведьм Никогда Их Не Видела Но Читала О них Старинной Рукописи Я Ее В Одной Хате Нашла Там Написано Что Деревенские Ведьмы Иногда Заходят На Кривоухов Топий Именно Они Поддерживают Связь Между Крестьянами И Ведьмами Ведьмы Не Терпят Пришельцев Зато Местным Помогают Именно Они Остановили Мор В Велине И Что Ты Об Отом Думаешь Я Назвала Это Росказнями Старых Баб Но Когда Я Только Приехала В Велин Первые Дни Двадцать Мне Снились Отвратительные Кошмары Что Призывало Меня На Болото Однажды Ночью Я Ввела Себя В сон Наяву И Столкнулась С этим Я Сразу Прервала Контакт С тех пор Тишина И Никаких Скверных Снов Почему Ты Не Сказала Об Этому Раньше Я Же Говорил Что Цири Перешла Дорогу Какой То Ведми Я Понятия Не Имела Что Речь Идет О них И Потом Ты Сразу Бросился Их Искать А Нам Сперва Надо Было Убедиться Что Цири Была Здесь Разве Нет Теперь Я Разумеется Расскажу Тебе Все Теперь Когда Я Провел Тебя Через Пещеру Ты Правда Так Плохо Обо Мне Думаешь Наверное У тебя Предубеждение Против Чародеек С Чего Это Как Мне Их Найти Болото Обширно И опасно Но Похоже Ведьмы Указывают Крестьянам Нужные Тропки Книга Велит Отыскать Часовню На Кривоуховых Топях А Потом Идти По следу Сладостей Сладостей А Точно В Каэр Морхене Не читают Детям Сказки На Ночь Все Нормальные Люди Знают Что Ведьмы Живут В Пряничном Домике На Посмотрим Как они Там Живут Возьми Книгу Почитай Я Я правда Верю Что ты Найдешь Цири Ладно Тогда Давай Для начала Поищем Выход Хорошая Мысль Ну вот Длинный Диалог Завершился И я вам Скажу Друзья Вот эти Ведьмы С Кривоуховых Топей Это Ну Действительно Очень Крутые Персонажи Охоти На них Насрать Геральт Ну Геральт Ну Что Ты Прям Вот Прям Вот Так Охоти На Них После Белого Хлада Прочитать Давайте Прочитаем Весь Из Белого Пепла С Тихих Сонных Холмов Тир Налия Сползает В забвение Мягко Беззвучно Лица Знающих Черны На Морозе Растекались Кости Растрескались Кости Ну Ну понятно Понятно А вот Как раз Хозяйки Леса Боги Покинули Нас Сильные Миры Сего Безразличны К нашей Судьбе Только Хозяйки Леса Смотрят Завелен В злой Час Когда Мор И голод Собирает Обильную Жатву Проси Хозяйка Помощи Если Им Будет Угодно Они Снизойдут К просьбам И Отвратят Злую Судьбу Вот Как Следует Обращаться К хозяйкам Легенда Медведя Берсерки Не образует Отдельный Клан Берсерки Это тоже Нас ждет Впереди Я вам хочу Сказать Берсерки Мы еще С ними Познакомимся Старшая Кровь Да вот Как раз Цири И есть Старшая Кровь Так Называемая Можете Немного Прочитать Здесь Про Старшую Кровь Иные Утверждают Будто Старшая Кровь Величайший Врожденный Талант Дающий Власть Над Пространством И Временем В Мере Недостижимой Даже Для Эльфийских Мудрецов К сожалению Лишнемногие Обладатели Этого Дара Смогли Полностью Подчинить Его Своей Воле Невероятный Этот Дар Неизбежно Приводит Внезапным Выбросом Силы Непредсказуемым Неконтролируемым И Чрезвычайно Опасным Взрывом За темными Легендами О Бельфийском Проклятии Скрывается Правда Обо всех Этих Несчастных Случах Прочитайте Дальше Действительно Цири У нас Как раз И есть Та самая Старшая Кровь Действительно У нее Есть Введение В прикладную Магию Друзья Кому Интересно Я прокручу Вниз На паузе Прочитайте Цири Действительно Старшая Кровь И Она Может Повелевать Пространством И временем Таинственный Чародей Травник Последний Обход Смотрим Ничего Ли мы Здесь Не забыли Вроде Ничего Вроде Все Нормально Там Только Лишь Стоп Назад Друзья Вижу Сундучок Здесь Вообще Все Очень Важно Все Сундучки Все Закутки Сюда Потому Что Можно Потом Уже Не Вернуться И Здесь У нас Есть Что Есть Работа Для Знака Арт Ломаем Смотрим Где Мы А мы Как Раз Это Иллюзия И по Моему Я Не Уверен Но По Моему Сейчас Кейра Нам Что То Такое Даст Что Будет Снимать Подобные Иллюзии Подобные Открывать Всякие Проходы Давайте Сейчас С ней Поговорим Для Начала Для Начала Посмотрим Что Здесь Это Иллюзия Я Тоже Почувствовала Я Предполагала Что Нас Ждет Нечто Подобное И Взяла С С С И Что Это Глаз Нех Олен Он Рассеивает Иллюзии Сделать Его Несложно Так Что Если Хочешь Бери Может Пригодиться Кроме Того Используя Его Ты Будешь Думать О Мне Спасибо Ах Кейра Действительно Память Меня Не Подводит Кейра Дает Нам Некий Классный Артефакт Который Будет Всякие Вот Такие Иллюзии Развеивать И Друзья Хочу Быстро Сбегать Туда Сейчас По Моему Это Одна Из Иллюзий Потому Что Здесь Скорее Всего У нас Выход А Здесь Я Думаю У нас Есть Возможность Эту Иллюзию Геррит Ты Прям Вообще Прав Как Никто Другой И Вот Таким Образом Развеиваются Эти Иллюзии Все Теперь У нас Есть Проход Только Проход Вопрос Куда Нужно Нам Теперь Посмотреть Какому То Сундучку И Не К Одному Сундучку Внимание Друзья Это Обязательно Нужно Сделать Все Здесь Нужно Подсобрать Еще Сундуки Посмотрите Какая Красота Практически Какой Тайник Чертеж Нельфгардского Меча Вырванная Страница Отвар Из Полуденицы Вот Это Все Очень Важные Моменты И Это Нужно Не Упускать Все Такие Штуки Так Там У нас Просто Светится Проход А Здесь Я думаю Еще Заплывчик Сделаем Вот Сюда Посмотрим Что Здесь Использовать Глаз Так Ну Это Понятно Это Нам Нужно Использовать Именно В том месте А Здесь У Ох Какой Тут Товарищ У нас Посмотрите Как Туманник Пришел Устроил Здесь Засаду Гад И Ждал Все Это Время А ну Ка Геральт Давай Ка Мы Подвалим Слегка А то Они В тумане Сидят Выходить Не хотят Все И Дрались Мы За что Давайте Посмотрим За что В итоге Мы Здесь Дрались Дрались За какую Классную Хорошую Штуку Какую Ну Какую Видимо Вот эту Возможно Нет А дан Дэйт У нас Был Могрим Вот Вот Этого У нас Не было Серебряный Меч Но Все Это У нас Есть Точнее Не Это А есть У нас Подучше А вот Сапожки Внимание Броня 15 Отлично Меняем Сапожки Будут Немножко Но Получше И Все В остальном У нас Больше Ничего Здесь Нет Хорошего Поэтому Сохраняемся И Бегом Кейре Вся серия У нас Практически Друзья Посмотрите Вся серия Ушла Просто Здесь На Поиски На Сюжетный Квест Но Сюжетный Квест Действительно Очень Классный Вы Встретили Одного Из Представителей Этой Дикой Охоты Победили Его Где-то Здесь Его Половинки Лежат А может Быть Уже И нет Может Уже Растаяли Он у нас Парень Прохладный На Огоньке Может И Подтаять Как Студенточка Здесь Что-то Есть На Выпускном Ну Что Ж Посмотрим Куда Ведет Проход Конечно Посмотрим Давай Герлет Мы Посветим И Посмотрим Чувствуешь Слева Поток Свежего Воздуха Там Наверное Выход Хорошо Давай Выбираться Постой Еще Магический Светильник Что Магический Светильник Эльф Обещал Его Мне В обмен На Помощь И Скоро Он Вряд Ли Сюда Вернется Я Попробую Найти Его Сам Если Только Смогу Ты Поможешь Кейра Конечно Помогу Вообще О чем Речь Ладно Помогу Ты Помогла Нам Все Получилось Так Удачно Можно Сказать Относительно Найдем Давай Кейра Веди Только Я С твоего Позволения Здесь Немножечко Пооглядываюсь Так Смотрю Где И что Все Здесь Вроде Очевидного Ничего Нет Никих Сундучков Поэтому Пойдем За Светильником Очередная Загадка Так Что у нас Здесь Поджечь Например Посмотрите Кто У нас Пришел Права Качать А ну Ка Выходи Ну Что ж Давайте Ка Мы Для Начала Прочитаем Надпись Понял Едва Ли Треть Выходит Бессмыслица Надо Подумать Никогда Не была Сильна В высоком Стиле Старшей Речи Трудно Я Переведу Дословно Опуская Изощренные Внутренние Рифмы Переведи Чтобы Было Понятно Четверо Стражников Несли Ясное Пламя Все В один Ряд Первый Не шел С краю Второй Что шел Рядом С первым Играл Печальную Песню Третий Шел Рядом Со Своим Верным Зверем Четвертый Не шел Рядом С первым Но Исполнял Музыку Как и Второй И так Стерегли Они Свою Королеву Что Уснула Под Звездами Да Похоже На Загадку Ну Ладно Попробуем С этим Разобраться Так Не знаю Все ли Я понял Первый Не шел Рядом Со Вторым Четвертый Там Со Своим Зверем Шел Кто Кто Какую Песенку Там Играл С Кого Начать Ну С того Товарища Мы Начинали Давайте Попробуем Начать С Вот Этого Посмотрите Сработало Так Хорошо Если Он Первый То Он Не шел Рядом Со Вторым Со Зверем А ну Ты Так Посмотрим Надо понять Правильный порядок Давай Поджигай Не сработало Отлично Не сработало Что ж Разберемся И Подожжем Я думаю Правильно Возможно Так И эти призраки Как я понимаю Будут вылетать Все время Ну Вот Смотрите Вот Этот Тоже Со Зверем И Этот Со Зверем Только Этот Без Гуслей А ну Ты Так За Стеной Что-то Сдвинулось Отлично Первый Не шел Рядом Со Вторым А ну А ну Ты Нет Не угадал Ничего Разберемся Последовательность Я понял Все Еще один раз И мы Откроем Вообще Поджигать Поджигать Справа Сейчас Разберемся С этими Ребятами И Все Сделаем Как Надо Так Поджигаем Вот Эту Давай Давай Гераль Поджигай Поджигаем Вот Эту Теперь Вот Эту И Последняя У нас Должна Быть Эта Статуя Отлично Получилось Кейра Пойдем Смотри Это то Что ты Искала Или Нет Интересно Бы Нам Знать Чья Это Могила Как Думаешь Жаль Что Надписи Нет Знак Чайки Если Б Я Не Знал Где Похоронена Лара Доран То Предположил Б Что Это Ее Гравница Может Это Просто Памятник Эльфы Не Стали Б Увековечивать Память О ней Таким Способ Для Некоторых Она Героиня Трагической Легенды Но Большинство Считают Ее Предательницей Которая Получила По заслугам За свадьбу С Крюгененом Из Леда Может Быть Этот Эльф В родстве С Ларой Ну Это Объяснило Зачем Он Помогает Цири Возможно Это Ищешь Ага И Что Она Делает Надеюсь Я Смогу Его Включить Ну Что Пойдем Отсюда Пойдем Только Давай Ко Мы Сейчас Здесь Немножечко Осмотримся Что То Мы Там Подобрали Записки Знающего День 3275 Окончательные Выводы Относительно Светильника Мои Опыты С магическим Светильником Неопровержимо Свидетельствуют О том Что С его Помощью Можно Пробудить Активные Центры Конденсированной Духовной Энергии Сообщение С огромным Отдельным Памяти Существа С ограниченным Отделом Остатки Лары Доран Тем не менее Излучает Совершенно Инертную Духовную Энергию Несмотря На Насильственные Обстоятельства Ее Смерти Которые Должны Были Усилить Нежелательную Для нас Тенденцию Лара Молчит На данном Этапе Исследование Магический Светильник Представляет Совершенно Бесполезным Для моих Целей Понятно Клинок Зметиной Мы закончили здесь с тобой Давай-ка мы отсюда выбираться Но выбираться будем по-хитрому Сперва мы сходим вот сюда А здесь у нас отлично Друзья Место силы Забираем Очко способности Я считаю что Это хорошее приобретение И здесь у нас Посмотрите-ка Есть один персонаж Замечательно Сейчас мы С нашим Ирденом Обновленным И усиленным Сразимся с этим големом Я думаю Все у нас получится А ну-ка Иди сюда Толстячок Ох Какой мощный парень Вы только посмотрите Посмотрите Что творит Толстячок Наш вообще Непробиваемый Бронированный Аккуратно Предугадываем Его движение Стараемся По крайней мере Он парень Не из быстрых Поэтому Тем не менее Попадает Иногда Смотрите-ка Давай-давай Иди сюда Мы здесь Смотри Смотри Малыш Иди сюда Кейра Давай-давай Жарим-жарим Ты молниями Я мечом Я мечом Вообще Его лучше Конечно Бить со спины Но Это не всегда К сожалению Получается Но Все Затрепали парня Собираем Ништячки Всякие Разные Малый Руниный Камень Но я думаю Что это не все Здесь Что может быть А ну-ка Геральт Огоньку Поддай Штаны Следопыта Отлично Друзья Здесь у нас Есть Пароход Хорошо А здесь Здесь скорее всего Еще два Сундука Вы посмотрите Какое Везение Это просто Какая-то Кладовая Ништяков Всяких Классных Ну что ж Ломаем Ардом Сохраняемся И давайте Наверное Друзья Прервемся В этой серии И продолжим Наше путешествие Уже в следующей Наши классные Сказочные Путешествия Наши приключения В следующей серии Спасибо Что посмотрели Это видео Если вам оно Понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь На мой канал В комментариях Обязательно Пишите ваше мнение По этой серии По этой игре По каналу В целом Что-то хотите Мне посоветовать Что-то спросить Что-то подсказать Друзья Все в комментарии Пишите Я комментарии читаю Отвечаю на них Общаюсь с вами И увидимся В следующей серии Пока-пока